Ты останешься в Барселоне? Я вернусь домой, к вам. Позвони перед вылетом. Люблю тебя. Я тоже. Ваши первые воспоминания. Когда я очнулся, начался кошмар. В полицейском отчёте сказано, что свидетели слышали крики, но не видели, чтобы кто-то покидал номер. Дверь была заперта изнутри на цепочку. Они проверили все выходы, которыми мог воспользоваться убийца. Ничего не нашли. Выходит, если верить вам, преступник просто испарился. Никто не готовит свидетелей к суду так, как она. Это её последнее дело. Уверяю тебя, она настроена выиграть его. Давайте по порядку. Мы встречались несколько месяцев. Кто-то пытался нас шантажировать. Ваши показания не точны, сеньор Дорио. Я сказал правду. У нас 180 минут, чтобы начать сначала. Ладно. Хочешь поиграть? Поиграем. Ты ведь не хочешь всё потерять. Я знаю, что видел. Не надо лгать. Это западня. Эта женщина что-то скрывает, как и вы. Никто не видел. Никто не знает. Что скажете об этой загадке? А вы что скажете? Я наблюдала за одной идеальной парой. Они словно сошли с обложки журнала. Я пытаюсь изменить свою жизнь. Я видела её из окна поезда. Рядом с ней стоял мужчина. Секунда и всё. Это она? Где вы находились в пятницу вечером? В городе. А потом решила заехать к мужу. К бывшему мужу. Насколько мне известно, исчезнувшая девушка работала няней в его новой семье. Здравствуй, Том. Привет. Рейчел, что ты здесь делаешь? Я помогаю в расследовании. Мы оба знаем, что это не так. Я видела вашу жену с другим. У Мэган есть личный психолог. Может, вы видели его? Что произошло тогда в туннеле? Скажи мне правду. Я где-то читала, когда тебя сбивают поезд. От силы удара может сорвать одежду. Вас видели там в то время, когда Мэган пропала? Вы убили Мэган Хитвелл? Нет. Помоги мне вспомнить тот вечер! Что привело вас ко мне? Я сама себя боюсь. Девушка в поезде Смотрите в кинотеатрах с 27 октября Как вы знаете, моя жена, Эми Элиот Данн, пропала три дня назад. Она может быть планшет, который я не заберу. Малышка счастливого счастья или слома. Может быть, моя братья. Или мой ценник. Или ценой, который я буду платить. Она может быть солнце, который смотрит. Может быть, планирует. Может быть, огонь, который коврем приносит. Может быть, пятьдесят разных вещи. Так не может продолжаться. Это тебя не устраивает? Совершенно! Она говорит, что я должен быть. Моя жизнь — это... Она... Она... Назад! Все назад! Я не убивал свою жену. Я не убийца. Уважаемый редактор, я убил двух подростков на прошлое Рождество и девушку 4 июля. Я хочу, чтобы вы напечатали этот шифр на первой странице вашей газеты. Он хочет увидеть код в вечернем издании. Разве вам не нужно заканчивать карикатурой Грэй Смит? Фильм режиссера «Семи» и «Комната страха». Убийца Здиак приехал в Сан-Франциско. Новое письмо. Школьники — отличные мишени. Он выбрал себе имя. Здиак. Греческий, Кот Морзе, астрологические знаки. Он использует все символы. Я люблю убивать людей, потому что человек — самое опасное животное. Как ты это делаешь? Я люблю головоломки. Это простой шифр. Есть явные подозреваемые. 90-100 человек в час. Четыре места преступления и ни одного полезного отпечатка. Это необычное расследование. Он нарушает шаблон. Я слышала, ты карикатурист? Да. Тогда зачем ты ходишь на стрельбище? Я просто хочу помочь. Вы что, бойскаут? Да, высшей категории. Пол, я тут подумал. Да забудь ты о нем. Роберт, у них нет доказательств. Как? Нет, полно. Шифры, отпечатки военных ботинок, пятна крови. Все это косвенные улики. Зачем тебе это? Потому что больше никто этим не занимается. Мы ошиблись. Уйди от окна. Ты в порядке? Нет. Что ты делаешь? Ты пошел на телевидение. Теперь он тебя знает в лицо. Алло. Фильм основан на реальных событиях. Кто это? Зодиак был моим делом, не твоим. Он все еще на свободе. Ему нравится убивать. Его заводит запах крови. Господи. Что? Белки. Это говорит Зодиак. Мне надо уехать. Я могу подвезти вас до заправки. И часто вы ездите по ночам, вы помогаете людям? Марк Раффало, Джейк Гилленхалл, Роберт Даунин-младший. Я не Зодиак, а если бы я им был, я бы вам не признался. Вы уверены, что вы один дома? Зодиак. Что? 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 Достать ножи. Харлан начал со ржавой пишущей машинки и сделался одним из самых продаваемых писателей детективов в истории. 30 языков, тираж больше 80 миллионов экземпляров. Вы читали его книги? Я билетристику читать не любитель, но его книги... А я много читал. Я его фанат. Кто этот человек? Мистер Бланк, частный детектив. Очень известный. Я читала в Твиттере про вас статью Нью-Йоркере. Да вы суперзвезда! В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал? Да, но рано уехал. Кажется, Линда рассердилась. Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Харлоном спорят. Что? Ричард так сказал? Вы меня дразните, детектив? Мы пытаемся разобраться, чтобы понять, как он умер. В смысле, кто его убил? Один из его родных убил его. Вы ведь на это намекали? Уолт нет, Уолт. Мистер Бланк, я только что похоронила своего отца, который покончил с собой. Я кое-кого подозреваю. Я пока никого не исключаю. Харлан приводит дела в порядок. У всех в семье был мотив для убийства. Харлан не собирался отменить пособие Джонни. Неужели он хотел уволить Уолтера? У Ричарда с кем-то роман? Смелое предположение. Смешно, Рэнсом. Пропустил похороны, но к завещанию явился заранее. Идите в жопу! Рэнсом! Я бы сбила эту Рэнсу! Надо собираться почаще. Все семейство в отчаянии. А люди в отчаянии готовы на все. Замысловатая Путин. И мы все еще ее не распутали. Пока нет. Все жду, когда откроется. Врать могут все. Но за этим стоит, по крайней мере, один преступник. Ты что-то слышал? Выкладывай. О, Боже. Рассказывай, что случилось с дедом. По-моему, вы хотите мне что-то сказать. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова